а как считаете вот с пугачёвой последний раз когда пересекались по делу или не по делу слушай пугачёв тоже отдельная история с пугачёв были близки как никто но я не имею физическую близость исключительно такой и отскочил от нее я сам вот у меня такой идиотский характер я не люблю когда при этом унижать людей она такая и мне очень нравится ее отношение к женьке болдину когда это муж был болгин я помню был муж это тоже история дело тоже когда они должны были расписаться перед тем как они даже были расписаться я резник болгин алла пошли в ресторан баку 7 зал 7 красавиц это на горького до приличные выпили а почему-то илюша как-то не взлюбил болгин не тоже не забил а потому что резник был супер доверенное лицо как я понимаю но они он все время начал уже писать и все прочее а тут появился какой-то дженни болды которые ну и илюша не знал что он может как настроить взять какого-то другого по это черт его знает вот мы прилично выпивали а я шо я редактор я о них писала я пугачёва писал мне кстати говоря вчера прислали газету а пенов скую как раз а пугачёвой статьи которые я писал это какого-то тираканского года и первая публикация через апн была в комсомолиц украины меня вот есть в телефоне да даже это мне вчера кто-то прислал и вот илюша меня под столом толкает скажали что не нужно выходить за а вот так вот как выходить а саму не мог сказать манипулятор их милич он очень хитрый хитрее чем я зелик а дело же было вот как их надо было тут же расписать и в это дело вмешался алиев а он был тогда первым замом председателя правительства и он договорился с загсом и два человека от алиева в общем то и ждали чтобы повезти в этот бракосочетательный зал там и все этот меня накрутил и там после седьмой или восьмой рюмки на халяву тоже они не давали платить надо дать должное что никогда не не давали бы платить даже более того когда они играли в карта на дурака на деньги деньги отдавали мне но 10 рублей тоже так был меня зарабатывал на них и вот я возьми и ляпни я говорю сужигал ну нахрена тебе все это нужно что-то завелся она тоже завелась короче говоря никуда не поехали и после этого ресторана мы пошли к ней домой она как раз получила вот эту квартиру на горького вот пришли сели немножко протрезвили и не алла говорит ну и что ты наделал я ничего ну что у меня был мужик а теперь чё я такой пираж там после как просыпалась ну тот и есть кому обратиться тот что-то делать печь его ты на мне женишься я говорю ни в коем случае так что ну вот и где-то потом вот это 80 я даже начал уже писать по просьбе опять же пн тоже не случайно там в пн оказался знакомый фотограф работа мы с ним работали все время по пластинку поэтому я для пн написал вот первые статьи после конкурса золотой орфей это через меня все это шло я писал ну просто я где же не был не поэтому я был журналист старший редактор по рекламе начинал своя передача я рекламировать пластинки давал в эфир по маяку таскал на юность эти всякие записи все проще ну и вот и после этого как-то тормознулась потому что женька вернулся но этот случай хорошо запомнил спасибо дома ресторан в кино эти ну решили зайти так тем более рядом женька правда со мной после этого не разговаривал лет 7 после того случая потом помирились при нем это все было а так я прям при нем я не понял при него все это было он не разговаривал мир ну так так не ругались но он со мной не разговаривал потом помирились когда мир с кубанского этого хора девчонка надежной тонкой и она знаешь как вот это ты не пойдешь ты не пойдешь к ногу чтоб сапоги одели и во вторых вот она с того момента вовка очень точно определим отецкий очень точно потом определил вот с того момента это уже был вот она уже была одну достаточно нужно в зените слава практически уже набирала все эти все эти самые высоты вокруг нее начал толпиться такая шушера ты не можешь себе представить который там на уши начинал это все стефанович сноса что я помню мы с ним как разговаривали какой передачи у швыдкова мы с ним потому что там ротару и здесь рассказывал как он учил ее делать пиар там отрывать пуговицы у швейцара там и так далее там это установить да он вот там придумал но на он первый который начал придумывать вот такие провокации и я как-то вот это немножко не уютно я не могу так когда ты подлипал и все и потом это все и привело к тому к этим рождественным встреч потому что как володя сказал что под юбкой пугачевой на эстраду пришли все двоечники хорошо это володина это володины слова но так она отсюда началась почему сейчас до сих пор вот этот возникает там понаровской возникает еще кто-то и так далее того подобное в общем еще спать вообще так и